Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Законодатели». С вами я, ее ведущая Ольга Панова. И сегодня гость нашей студии, председатель Государственного Совета Чувашии Юрий Попов. Юрий Алексеевич, я вас приветствую. Здравствуйте, Ольга. На днях вы приняли участие в очередном заседании Ассоциации законодателей по Волжье. И в качестве основного вопроса была выбрана тема, как нельзя более актуальная. 70-летие победы, великой победы в отечественной войне и меры поддержки ветеранов этой войны. Совершенно верно. Буквально 20 марта мы в городе Самары собрались на очередную, 42-ю заседание Ассоциации привозки федерального округа. И главным вопросом повестки дня, ну там два вопроса были, но я думаю, одно из важных – это реализация в регионах привозки федерального округа мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Да, конечно, насчет темы именно социальной поддержки у нас сейчас много говорится и много делается. И, как мы помним, буквально 17 марта в городе Москве, в Кремлевском дворце проводил Путин, именно Организационный комитет Победы. Поэтому такие Организационные комитеты – это не только в Москве, и в регионах есть. И это такое мероприятие важное, потому что победа, 70 лет, много сделано, много предстоит. И останавливаясь именно на Ассоциации, основной докладчиком у нас был Златарев Юрий Васильевич, заметительный, полномочный представитель президента Российской Федерации в Привозском федеральном округе. Он четко обозначил задачи, цели, что сделано, что предстоит сделать. Конечно, если взять именно меры социальной поддержки, это, конечно, первое – это улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом и Путин Владимир Владимирович говорил, что в этом году вот эту программу надо закрывать, потому что те ветераны, которые уже в годах, они должны быть обеспечены жильем. Ну, естественно, это медицинское обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны. Само собой, льготное лекарственное обеспечение, обеспечение санитарно-курортным лечением, ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны, льготный проезд – все мы это обсуждали. Обсуждали и, заслушав доклад полномочного представителя, отметили, что в регионах округа успешно это реализуется, вот эта программа. Сделано очень много именно по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Мы понимаем, что на уровне округа ситуация была достаточно подробно вами и вашими коллегами обсуждена, но все-таки хочется понимать, как на этом фоне выглядит Чувашская республика. Ведь у нас, слава богу, еще есть кого поддерживать, есть кому помогать, потому что у нас проживают полторы тысячи инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 22 тысячи тружеников тыла, 51 – житель блокадного Ленинграда, еще 82 – бывших несовершеннолетних узников фашизма. Какие меры поддержки на республиканском уровне действуют, может быть, планируются? Да, конечно, если законодательное обеспечение нормативно-правых актов со стороны Государственного совета, это вот, что я сейчас говорил, они все нормативно-правые акты у нас есть. И мы, Чувашская республика, довольно на хорошем счету, не только при Волгодском федеральном округе, именно по оказанию вот этих услуг для ветеранов Великой Отечественной войны. Мы на хорошем счету. И поэтому сделано очень многое, ну и предстоит еще сделать. У нас вот не все ветераны Великой Отечественной войны не обеспечены еще жильем. Вот эту программу мы в этом году кратчайшие сроки должны завершить. Потому что уже до празднования Дня Победы осталось совсем немного времени. Но и хочу сказать не только это, что мы сегодня отметили праздник, подготовились. На этом нельзя останавливаться. Потому что вот на ассоциации законодателей была поставлена такая задача, что непосредственно ветераны уже старые, вот услуги по дому. Потому что не все ветераны даже сейчас не способны ходить в магазины. Наверное, у многих и нет уже детей или нет родственников. Вот на это внимание мы должны уделять. Но тут и местные власти должны тоже как-то подключаться. Вот это одна из тоже важных задач и депутатов, и исполнительной власти. Ну вот если с ветеранами, инвалидами, участниками войны все более или менее понятно, законодательно урегулировано, то вот существует еще такая категория. Ну, наверное, проблемной можно ее назвать, да? Так называемые дети войны. То есть это люди, чье детство пришлось на военные годы. И вот сегодня они очень часто обращаются, и к вам в том числе на прием достаточно часто приходят, и просят приравнять их к участникам и предусмотреть какие-то меры поддержки для того, чтобы, ну, полегче было. Как вопрос движется? Ну, конечно, ну, детей войны приравнять участников Великой Отечественной войны, это практически невозможно. Ну, о Казани, социальной поддержке, об этом нам надо подумать. Да, на самом деле много вопросов сегодня, многие поднимают об этом. Это и на федеральном уровне пока конкретно не могут поставить задачу. Ну, над этим и Государственная дума Российской Федерации работает, и мы как-то не отстранились от этой темы. Мы совместно с депутатами всех уровней к этому вернемся и будем какое-то решение, наверное, решать. Потому что, на самом деле, это многих волнует. То есть сегодня можно сказать, что эта категория граждан, ну, не забыта, и вопрос он еще будет обсуждать. Ну, их категорически практически невозможно забыть, и нельзя этого сделать. Потому что они тоже ведь прошли те военные периоды, многое повидали. Но тут вот эта определенность должна быть, кого считать, детями войны. Поэтому там есть много вопросов. Над этим работают все депутаты. Конечно говоря, о 70-летии Великой Победы невозможно, наверное, не затронуть тему воспитания молодежи в патриотическом духе. И вот как вам кажется, достаточно ли патриотично настроена современная молодежь, и достаточно ли власти делают для того, чтобы наших детей воспитывать в этом духе любви к родной стране? Вот почему на таком высоком уровне и в Кремле, в Москве, и заседании ассоциации законодательных представительных органов власти рассматривали вот этот вопрос? Это, я повторяюсь, потому что не только сама вот эта подготовка и проведение вот этих масштабных мероприятий, это именно в дальнейшем воспитании подрастающего поколения. Это важно, потому что мы, наверное, во время перестройки и после перестройки все вот это патриотическое воспитание, мне кажется, забыли. Об этом все понимают. Как-то все бросили, экономика не работала, все ушли в бизнес, про страну практически тогда не думали, чуть ли, можно сказать, страну не потеряли в то время. Слава Богу, пришли такие руководители, которые могли все это поднять, восстановить экономику. И без этого нельзя, потому что не будет патриотизма, не будет у нас страны. Поэтому это важно. Вот на примере вот таких мероприятий, как проведение Дня Победы, там же будут задействованы многие-многие миллионы людей, в том числе и наши подрастающие поколения. Подрастающие поколения, которые видят тех ветеранов с наградами, проводят с ними уроки мужества. Это они будут рассказывать, рассказывать, и потом они будут все это воплощать в жизнь. Потому что многие захотят стать офицерами, военными. Вот я жалею одно, сын ветерана Великой Отечественной войны, который в свое время, в молодые годы, не успел узнать все вот эти свои военные истории своего отца. Потому что отец рано ушел. Вот жалею об этом. И, наверное, хочется сказать, пока есть эти ветераны, нам, молодому поколению, побольше узнавать надо. Побольше, чтобы они рассказывали, побольше участвовали в школах, всяких мероприятиях. Вот важная задача эта для нас. Собственных детей вы воспитываете в патриотическом духе? У вас двое сыновей. Вот, наверное, если бы я в патриотическом духе не воспитывал своих детей, я бы здесь, у меня совести бы не хватило присутствовать и говорить об этом с экрана телевидения. Конечно, я горд, что у меня сын закончил учебу и сейчас служит в рядах российской армии. Это важно, этим я горжусь. Потому что любой молодой человек, который как-то, он должен воспитываться именно вот в таком духе. Обязан он служить, отдать свои... Раньше мы служили два года, сейчас один год. Это раз в год, один год, это очень такой небольшой срок. Но за это время, я бы хотел сказать, они многому научатся. Многому научатся тому, что патриотизму, коллективизму. Потому что они будут, их учат там друг друга поддерживать, помогать. Это не только в армии, и в жизни это все им пригодится. Поэтому это важно. Как вам кажется, в последние годы престиж службы армейской растет? В последние годы это чувствуется, потому что престиж службы в армии, службы поступать в военные училища, это растет. Потому что, наверное, вот эта тенденция, которая идет сейчас у нас, такие масштабные мероприятия, ну и то же самое я очередной раз говорю, что подготовка и проведение Дня Победы 9 мая, это все сделано для того, чтобы именно воспитывать нашей молодежи к патриотизму. Мы им будем вот это побольше рассказывать, и они сами будут это все видеть. И я думаю, это как раз дух патриотизма и престижа именно службы в рядах вооруженных сил, это растет. Как юбилейный год планируют провести депутатский корпус? Запланированы какие-то мероприятия, посвященные конкретно 70-летию? Да, я в своих выступлениях перед нашими депутатами говорил, что мы должны провести минимум мероприятий именно в школах, рассказывать с участниками Великой Отечественной войны, встречаться с школьниками, молодежью, студентами. Вот это мы обязаны сделать, рассказывать, показывать. Потому что, наверное, многие родители тоже замечают, видят. Хороший фильм на телевизионном экране идет про войну, про патриотизм. Многие молодые сейчас больно не хотят это смотреть. Там какие-то другие интересы. Поэтому вот такие фильмы они тоже воспитывают. Поэтому мы, наша задача, задача депутатов и органов исполнительной власти побольше говорить, побольше встречаться с молодежью, и чтобы у них был такой патриотический дух. Может быть, стимулировать собственным примером? Например, ваши федеральные коллеги, они какие-то военные сборы выезжают, ну и так далее. Ничего подобного вы не планируете? Ну нет, мы ведь всегда тоже участвуем в кадетских классах, школах, выступлениях. У нас в Чувашии это очень хорошая игра с зорницей орленок. Уже почти что 47-й раз, наверное, проводилась у нас. Даже во время перестройки в нашей республике вот эта игра никогда не прекращалась. Поэтому, конечно, мы всегда на таких мероприятиях участвуем, показываем. Поэтому это важно, что мы, депутаты, должны быть именно с народом, для того, чтобы, вот если насчет молодежи говорить, именно заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Ну, наверное, сложно не коснуться темы мировой обстановки, да, очень напряженной ситуации вдоль российских границ. В своем послании Владимир Владимирович Путин четко обозначил. Такое военное преимущество, как над Россией, ни у кого силы, говорит, не хватит. Поэтому у нас отличная вооруженная сила, отличная техника сейчас. Много нового, которого мы даже не знаем. Поэтому уверенность, стабильность в этом, она есть и чувствуется. — Юрий Алексеевич, в завершении нашей беседы я хочу вернуться к тому, с чего мы начали. Ассоциация законодательных представительных органов власти субъектов Приволжского федерального округа. Это просто какая-то площадка для обмена мнениями и опытом? Или это реально эффективно действующий инструмент на поле законотворчества? — Ну тут, сами представьте, у нас Приволжский федеральный округ, 14 субъектов, и все руководители законодательных собраний там поднимают и обсуждают вот такие важные, нужные вопросы. Исходя из этого, мы принимаем какое-то решение. Выйти с инициативой, с законодательной инициативой федерального собрания, в Государственную Думу. Поэтому полновочия у такого органа очень огромные, и это своего рода очень сила. Там же нужные для людей правильные инициативы, законы и обсуждения такие вопросы, нужные вопросы, которые отдельно субъект одни не могут решать. Поэтому решение именно такого органа, как Ассоциация законодательных представительных органов государственной власти и субъектов Приволжского федерального округа, это высокий уровень. — Существует ли какая-то статистика прохождения в федеральном законодательном органе, в Государственной Думе, инициатив с мест? — Я уже говорил, потому что с инициатив мест, конечно, тоже мы выходим, но это очень тяжело проходит в этой инициативе. А когда именно такой представительный орган выходит с инициативы, это быстрее решается, и многие субъекты его быстро поддерживают. Поэтому это важно, это нужно, и поэтому мы ежеквартально, один раз в квартал, проводим такие совещания Ассоциации законодательных представительных органов государственной власти. — То есть можно говорить о том, что законодатели Приволжья — это большой, крепкий, сильный кулак? — Совершенно верно. — Илья Алексеевич, я благодарю вас за этот разговор. С вами была программа «Законодатели». Я Ольга Панова прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин